Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВ, студия Александра Бондаренко. И вот некоторые темы этого выпуска. Благоустройство города, работа общественного транспорта и подготовка к паводку. Эти темы стали основными на традиционном по пятницам аппаратном совещании у главы Магнитогорска. Первый праздник весны. В Магнитогорске начались торжества, посвященные Международному женскому дню. Впереди полуфинал Восточной конференции КХЛ. В шестом матче серии Магнитогорский металлург уверенно переиграл автомобилист из Екатеринбурга. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Электрические сети города, подготовка к ЕГЭ, городской транспорт, благоустройство Магнитогорска. Эти темы стали сегодня основными на очередном аппаратном совещании в городской администрации. Подробности в сюжете Галины Смирновой. На аппаратных под председательством Виталия Бахметьева стала традицией заслушивать отчеты о деятельности муниципальных предприятий. На этот раз об итогах прошедшего года и планах на 2016-й рассказали горы электросети Магортранс. Муниципальное предприятие горы электросети окончило 2015 год с чистой прибылью в 1 миллион рублей. Это очень незначительная сумма, но главное, что предприятие не дотационное, не требует вложений из бюджета и даже умудряется проводить плановые ремонты и реконструкции. Что касается Магортранса, то здесь о получении прибыли речь пока не идет. Предприятие выполняет скорее социальную функцию, но при этом ежегодно наращивая объемы работы. Мы идем не по пути сейчас увеличения выпуска подвижного состава в связи с тем, что водителей мы еще не обучили. Мы идем по пути увеличения количества рейсов. В частности, вот с 1 января, с начала года это был 741 рейс в день, а сейчас мы его довели до 785. И к концу месяца это будет больше 800 рейсов ежедневно. Александр Хохлов рассказал на аппаратном о готовности города к единому государственному экзамену. А также об изменениях в его процедуре. Теперь из 13 экзаменов 7 будет в виде контрольных работ, а не тестов. В завершение аппаратного, как обычно, речь зашла о городском благоустройстве, о наведении порядка. Виталий Бахметьев с неудовольствием отметил, что некоторые торговые центры, а также управляющие компании, очистив снег со своей территории, просто свалили его в кучи. Нужно заставлять возить снег. Я прекрасно понимаю, что это затратно, что это дополнительные сдержки будут ложиться. И на управляющие компании, и на бизнес-сообщество. Но если мы с вами максимально не выведем снег с территории города Митогорска, то мы однозначно поплывем. Такого количества осадков мы не видели 30 лет. Мы еще раз убедились, что технически мы к этому не готовы. Но в любом случае, если мы еще и потонем, жители нам это не просят. И в продолжение темы. Самые крупные транспортные магистрали нашего города в настоящее время от снежных покровов стараниями дорожных служб очищены. А вот состояние второстепенных улиц и межквартальных проездов по-прежнему остается плачевным. Особенно вопиюще выглядят подходы и подъезды к социально оснащимым объектам, городским больницам и поликлиникам. Тему продолжит Юлия Никифорова. По адресу улица Калинина, дом 25, дробь 1, расположено уникальное медицинское учреждение нашего города. Гериатрическое отделение центральной медико-санитарной части, которое сами пациенты называют проще гериатрический центр. Здесь лечатся люди золотого возраста, жители всего города. Ежедневно центр посещает около 40 пациентов. Правда, этой зимой сюда, как говорится, не пройти, не проехать. Кроме того, что идут люди, к нам приезжают машины, которые жизненно необходимы, которые привозят лекарства, отвозят анализы. Привозят очень многих пациентов-инвалидов, которые не в состоянии сами пройти. И каждый день испытывают огромные трудности. Машины скорой помощи проехать к нам не могут. Не дай бог, если пожар или еще какая-то ситуация, ни одна из машин к нам проехать не сможет просто-напросто. Колейность дороги не дает возможность подъехать к гериатрическому центру автомобилям с не очень высоким клиренсом. Зауженный проезд еще и создает дополнительный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Никто не обслуживает, не чистит. И все время забито машинами. То есть едешь в страхе, что кого-нибудь либо заденешь, либо еще что-то. Аварии бывают. Осенью мальчики задели друг друга. Поставили машину, как говорится, не проехать. И получилось, что машину просто занесло задом. Ее просто снесло, потому что был гололед сильный. И просим уж принять какие-то меры, чтобы нам было удобно ездить. Силы коммунальных служб в настоящее время в первую очередь брошены на борьбу со снежными завалами на тех территориях, где возможно возникновение подтоплений в период оттепелей. Но хочется надеяться, что подходы и подъезды к социально значимым объектам и в первую очередь к медицинским учреждениям муниципалитет все-таки почистит. Ведь посетители больницы-поликлиник – пенсионеры, дети, инвалиды, люди, имеющие проблемы со здоровьем. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. 80 лет назад на ММК был введен в строй смолоперегонный завод. Сегодня это смолоперегонное отделение цеха улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Накануне юбилея наша съемочная группа побывала на производстве и выяснила, какие люди работают в отделении и какие перспективы стоят перед цехом в целом. В своем нынешнем виде этот цех существует с 2008 года, когда произошло объединение двух цехов улавливания и цеха переработки химических продуктов. А вот смолоперегонному отделению этого цеха в марте исполняется 80 лет. Он выполняет несколько важных задач. В процессе коксования шихты образуется каменноугольная смола, и основная задача участка – переработать ее. Из этой смолы получается каменноугольный пек, коксохимическое сырье, поглотительное масло, технический нафталин. Поглотительное масло затем используется в цехах улавливания. Остальная продукция уходит на российский рынок. В основном у нас пек берет русал, основной потребитель. Такая продукция, например, как нафталин, она на химическом рынке очень востребована. Почему? Потому что сфера ее применения – это и лакокрасочная промышленность, и медицина, и ряд других. И строительство – это пластификатор для бетона. Чтобы шагать в ногу со временем, в цехе постоянно ведется усовершенствование. Например, в 2000 году был запущен уникальный резервуарный пековый парк. Благодаря этому выбросы, которые появлялись при погрузке пека, удалось полностью убрать. Также из последних новинок – коллекторная система, окислительная установка. Кроме того, и планы на будущее весьма амбициозные. Сегодня находится в реализации проект по строительству установки ректификации нафталина, который позволит нам уйти от старого прессового оборудования, сократить экологическую нагрузку – это раз. Увеличить выпуск товарного нафталина – это два в жидком виде. И произвести, позволит нам это новый товарный продукт, этот шагированный нафталин. Более 30 лет посвятил коксохимическому производству Алексей Мазанов. Он пришел сюда в 1980 году. Сначала работал аппаратчиком, потом мастером. Некоторое время был даже начальником цеха. А с 2008 года он старший мастер в смолоперегонном отделении участка переработки химических продуктов. Им всегда двигала жажда знаний и стремление быть полезным. Человек ответственный. Он требует такого же отношения и от своих подчиненных. По словам Алексея Николаевича, слабохарактерные здесь надолго не задерживаются. Здесь нужно и твердость характера проявить, соответственно, знания свои приложить, и усилия, ну и руки приложить. Работу я свою люблю. Дело в том, что в эту работу, в общем-то, я вложил всю и здоровье, и душу. Сегодня на участке переработки химических продуктов работает почти 100 человек. Чтобы производственный механизм действовал как часы, важна слаженная и качественная работа каждого. И, судя по успехам, коллективу это удается. Хочу пожелать трудящимся смолоперегонного отделения, участка переработки химопродуктов, здоровья, мирного неба над головой, творческих успехов и новых производственных побед. Чтобы все у нас вместе получалось. Станислав Юрин, Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. В преддверии 8 марта во всех цехах и структурных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината проходят торжественные сменно-встречные собрания, на которых чествует представительность прекрасной половины человечества. На одном из таких собраний в листопрокатном цехе номер 8 побывала наша съемочная группа. В половине восьмого утра после рабочей смены труженики цеха, конечно, не в том состоянии, чтобы приплясывать под разудалые песни ансамбля русской казачьей песни «Околица». Но одарить артистов порции искренних и благодарных аплодисментов сил им хватило с лихвой. Такое начало нового дня создало праздничное настроение и ощущение близости весны, нежности и пробуждение природы. Поздравляя своих работниц с наступающим 8 марта, начальник цеха пожелал им семейного тепла, здоровья, счастья. Штат восьмого листопрокатного цеха из почти 600 работников насчитывает 110 женщин. Женщины в основном машинисты-каранов, штабилировщики на учете, в АБК работают, в табельщицы, инженеры по охране труда, по заработной плате, ну и в техотделе. В это утро особые поздравления звучали в адрес самых добросовестных работниц. Им вручали почетные грамоты и цветы. Одна из таких – бригадир по загрузке агрегатов Елена Кузнецова. Об особенностях своей профессии много рассказывать не любит. Елена из тех ответственных людей, на чем профессионализм и надежность и базируется качество готовой продукции. Из тех, кто без лишних разговоров скромно и ответственно делает свое дело, являясь звеном большой и крепкой цепи. Ответственно загружать агрегаты, подавать металл, чтобы мужчины наши делали план, получали денежки и премию. К другим темам. Компания «Русский хлеб» вернулась с международной выставки «Продэкспо-2016», проходившей в Москве с заслуженной наградой. Кондитерская продукция «Вафли, лакмик и печенье утромагов» получила серебряную медаль за качество. Подробнее об этом, а также о том, чем порадует компания «Женщин к 8 марта» в нашем сюжете. Прошедшая в Москве международная выставка «Продэкспо-2016» показала, что курс на импортозамещение, взятый правительством страны, уже дает первые плоды. Спрос на российские продукты возрастает с каждым днем. И все больше внимания потребитель обращает именно на качество. Серебряная медаль «Русского хлеба» – это признание заслуг компании на самом высоком уровне. Экспертная жюри особо отметила вафли «Лакмик» с халвой и печенье «Утромагов». Этот конкурс является подтверждением, что мы выпускаем высококачественную продукцию. Это залог работы нашего предприятия. После Нового года технологи «Русского хлеба» взялись за разработку новых рецептур тортов, печенья, необычных десертов к женскому дню. И вот к 8 марта кондитеры рады представить свои лучшие новинки. Компания «Русский хлеб» в преддверии праздника 8 марта, конечно, не могла обойти своим вниманием наших любимых женщин, которых мы сердечно поздравляем. Наших мам, бабушек, матерей, коллег, девушек, детей и так далее. И компания «Русский хлеб» всегда идет ногу со временем. Мы выпускаем новиночки, которые полезны, красивы, интересны по своему внутреннему содержанию и внешнему оформлению. Песочное печенье «Улитка» с прослойкой из безе, печенье песочное со вкусом творога, слоеное с какао, слоеные палочки с маком, кунжутом и сахаром. Торты «Любава», йогуртово-черничный, южноуральский, зимние цветы, летний коктейль, фиалки. А еще полезные кексы с отрубями, с цельными злаками из рисовой муки, которые не содержат глютена и не вызывают аллергии. В компании придерживаются принципа – продукт должен быть идеален во всем, начиная с оформления и заканчивая вкусом и благоприятным воздействием на здоровье человека. Именно поэтому магнитогурцы вот уже два десятка лет отдают предпочтение продукции продовольственной группы «Русский хлеб». Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Подопечные Ильи Воробьева не стали доводить дело до седьмого матча серии против автомобилиста, дожав неуступчивого соперника в шестом поединке. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Начало встречи получилось для магнитогорцев откровенно неудачным. Хозяева терпеливо пережили тот отрезок стартового периода, в котором «Металлург» заметно доминировал, и отправили соперника в нокдаун. Сначала Анатолий Голушев, восходящая звезда КХЛ, который в предыдущих пяти матчах был совсем незаметен, реализовал большинство. А незадолго до первого перерыва Сергей Емелин удвоил преимущество автомобилиста. Гостям срочно требовалось что-то менять. Сказали продолжать работать в том же духе, бороться, биться на каждую часть их пояса до конца, и приносить за шайбу бросать. Это все стандартные слова, что ребята не помнят. Эффектную погоню начали воспитанники хоккейной школы «Металлург». На экваторе встречи, вовремя выигранное Алексеем Кайгородовым сбрасывание, привело к роскошному дальнему броску Сергея Терещенко. Первая шайба 24-летнего защитника в плей-офф на взрослом уровне оказалась очень важной. А в дебюте заключительного отрезка Ярослав Хабаров здорово поборолся в углу чужой зоны и выдал отменный пас, которым с блеском воспользовался находившийся перед воротами Богдан Потехин. Не прошло и пяти минут, как свои фирменные навыки продемонстрировали лидеры магнитогорцев. Выигранную передачу Сергея Мазякина в большинстве превратил в красивейший гол Ян Коварш. В этом периоде гости буквально не дали сопернику поднять головы, перебросали оппонентов в 12-4 и не допустили нервной концовки. Томаш Филиппи мастерским броском заставил ошибиться вратаря хозяев, и он же поставил точку в серии, поразив пустые ворота. 2-5. «Металлург» вышел в полуфинал Востока, где третий год подряд встретятся с Сибирью. Сообщаем болельщикам, что начало первого матча серии, который пройдет в Магнитогорске 8 марта, перенесено лигой на 16 часов 30 минут. Прямую трансляцию поединка вы сможете увидеть в нашем эфире. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru А о самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет Игорь Гурьянов. Программа «Время местное. События недели» выйдет в эфир в субботу в 16.20 и в воскресенье в 15.50. Впереди вас ждут прогноз погоды на 5 марта. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра 5 марта в городе ожидается пасмурная погода, облажной снег, дымка. Ветер восточный 4,7 м в секунду. Отдельные порывы до 11 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса. Днем минус 2, минус 1 градус. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы 728-729 мм рт.ст. Редактор субтитров А.Семкин